Привет! Очень такое интересное видео, оно в принципе для жизни очень подходит, но в условиях изоляции и оставления наедине со своими родственниками, со своей семьёй, близкими людьми, которых, казалось бы, мы так любим. Но даже общение, внимание с своими самыми любимыми людьми должно в меру быть, потому что переизбыток и слишком близкий контакт — это тоже во вред, это тяжело, это морально тяжело. Сегодня мы поговорим о том, точнее я расскажу, как в домашних условиях не поубивать друг друга на карантине, не прийти к разводу и не наделать чего-то лишнего, либо не поругаться с кем-то, очень тяжело, и перестать, например, общаться, когда изоляция уже закончится, вы потом разъедетесь и вообще перестанете общаться. Это касается наших старых бабушек, тёти, дядь, когда всё-таки семьи объединялись в карантин, многие жили со своими взрослыми родителями. Так вот, это базовые такие моменты, я расскажу, разграничение пространства морального отдыха друг от друга. Но я опять же хочу сказать, для вас это очень лакмусовая бумажка и колокольчик, такие ситуации в данный момент, когда мы на карантине все сидим, да? Потому что это показывает, на самом деле, это не карантин виноват, то, что, ой, из-за карантина мы все оказались дома, оказалось, мы друг друга ненавидим и не перевариваем. Вы друг друга ненавидели и не переваривали что-то, вам не нравилось друг к друге и ранее. Просто на это не было времени, вы это так не замечали, либо не было таких ситуаций, чтобы это посмотреть. То есть, когда закончится, например, карантин, вы выйдете, это не говорит о том, что ваши проблемы закончатся, они где-то залягут, будут, но потихонечку, постепенно вот этот вулкан, немножко выплескивать это все-таки будет. В каких-то маленьких, мелких бытовых ссорах, или у вас раньше были маленькие, мелкие бытовые ссоры, недовольства какие-то друг к другу, не такие фатальные, ну, как на уровне притирки, но не было повода их так активно обсуждать, и такого большого развития быстрого конфликтов не было, да, там, не знаю, драться по ножовщине или еще что-то, не дай бог, ну, конфликты, ругань и все прочее. Да, отяжеляющий фактор того, что закрытое пространство, у вас меньше социальных контактов с другими людьми, нет, вы, например, не ходите на работу и все прочее, да, это отяжеляющий фактор. Но если бы у вас ничего нет проблем, они не появятся из-за этого фактора, потому что у вас, как бы, закладывается здоровая психика, и на какие-то конфликты и все прочее вы будете не так остро реагировать. То есть если у вас все окей, у вас, в принципе, должно быть все окей. Да, нервозность, да, дерганность, но не экстра такое, чтобы там разводиться, драться, убивать друг друга, понимаете? В принципе, я это посоветую тем, у кого есть дети, мамам. Почему? Потому что проблема мам, девочки, когда рожают, становятся мамами, они не до конца, то есть не то, что не понимают, это можно понимать мозгами, но физически это прочувствуется только по факту. Когда ты родил ребенка, у тебя нет личного времени, оно вообще, в принципе, сначала исчезает, когда тебе нет какой-то помощи, да, подумаю, вот когда у вас нет такой помощи и личного времени, и вот в плане изоляции вы находитесь, очень рядом вас орут дети, муж там сидит весь день в телек, смотрит фильм или еще что-то, то есть, или с вами ругается, и вам никто, например, не помогает, неважно. В общем, вы находитесь в стрессе в течение всего дня, за всеми вам надо убрать, помыть, приготовить за все минуты, это вот все, а на себя нет времени, и закрытое пространство вам нужно обязательно устраивать в пяти минутки, я это называю отдыха для себя. Ну, это логично, все это, я думаю, знают, если у вас есть балкон, уйти на балкон или закрыться, изолироваться в комнате. В этот момент, либо там вы что-то делаете для себя, масочку на лицо, наушники, послушать музыку, лучше классическую расслабиться, не знаю, посмотреть видео в интернете какие-то, то, что вам интересно, не то, что нужно вашим, скажем так, домочадцам от вас, чтобы им там как-то скрасить досуг и все прочее. Короче, вы должны потратить время только на себя, либо просто тупо лечь, закрыть глаза и помедитировать, представить себя в каком-то месте, не знаю, поле, цветочки, солнышко светит, вот в таком роде, то есть перенестись, отключить свои мозги, абстрагироваться от того, что от вас рядом с вами происходит. Если вы легли, рядом с вами ваш ребенок, вокруг вас ползают, на вас качут или там мама, мама что-то просит, нет, сама задача вам в каком-то пространстве закрытом, то есть комната, там балкон с дверью, остаться наедине без всех. Если у вас есть возможность выйти во двор, например, у вас есть там двор, сад, там, или выйти, например, курить сигареты, выйти там, выйдете покурить не на балкон, а во двор своего дома на крыльце постоять. То есть выйти, наоборот, из стен дома, которые вас окружают, как такой вариант клаустрофобии, на открытое пространство прогуляться 5-10 минут для себя в одиночестве, прислушаться к своему внутреннему голосу и к своим мыслям. Это очень большой вариант того, что вероятность того дает, что вы сможете расслабиться, немножко взять воздуха в легкие, выдохнуть. Естественно, разделять свой досуг, территорию в квартире по разным зонам, да, там, например, папа сидит в зале, что-то делает, смотрит там, занимается чем-то, либо работает на удаленке. Дети играют в детской комнате, где у них игрушки находятся, мама там, например, на кухне, либо в какой-то там спальне, если это возможно, да. То есть, либо если папа там смотрит фильм, он смотрит его в наушниках, а не параллельно телевизору и крикам детей, да, то есть у каждого должно быть свое местечко. Зачем это нужно? Это снижает уровень стресса, негатива и срывов ваших, потому что у каждого есть, даже если очень маленький такой, скажем так, барьер, да, вот это личное пространство. Личное пространство это 10-20 сантиметров. Естественно, я понимаю, что если дети совсем маленькие, которые до года, до двух где-то лет, которые не самостоятельно играют в основном, ну, хотя бы делегируйте свои полномочия, игру с детьми, занятия с другими членами семьи, которые вам с ними могут помогать. Или если ваш член семьи работает, а вы в закрытом пространстве с детьми, остаетесь, ну, хотя бы, когда приходит с работы, там, например, папа детей, то вы выходите либо из дома, либо вот изолируетесь. Вам надо оставаться на день с собой, чтобы просто у вас не поехала крыша, скажем так. Бытовое. Если вы, понимаете, все в один момент дома, все хотят кушать, марают одежду, за всеми надо стирать, убирать, готовить и мыть, один человек, мама, надолго ее не хватит. Я вам предлагаю со взрослыми членами семьи, либо подросшими детьми делегировать обязательно свои полномочия. Например, один день папа готовит, мама моет посуду, потом поменялись, либо папа готовит завтрак, мама обед вместе, ужин, дети моют посуду, что-то вот такое. То есть детей тоже, чтобы у них были не только игры и учеба по дистанционке, если она есть, то дети тоже выполняли и помогали чем-то, либо пылесосить, либо потом поиграли, сами складывают свои игрушки. Определенный вы должны вести распорядок дня, потому что, когда люди находятся вот в этой растянувшейся выходных, суббота, воскресенье, ну, каждый день 2-3 недели, к сожалению, теряется вот этот график режим жизни. Вы должны этот новый режим жизни для себя выстроить, вставать, например, всем просыпаться в одно время, завтракать вместе. То есть вы все равно должны это нахождение не в негативе рассматривать, а в позитиве. У вас будет время вместе завтракать, вместе собираться кушать, ужинать, вместе в семье, за столом проводить время. Только в это время выключаем гаджеты, телефоны, планшеты, телевизор тоже самое, мы сидим, общаемся и кушаем. Покушали, пожалуйста, включили телевизор, пошли каждый своими делами заниматься. То есть так и даже лучше для объединения будет сделано и распределять. Когда один будет и готовить, и убирать, и пахать на всех, у него будет нервный срыв, и можно звонить спокойно в психушку. Потому что долго так протянуть, ну, это просто нереально, это будет очень тяжело. Когда у вас вот это вот не поубивать, не развестись во время карантина, изоляции, когда вы чувствуете, что у вас все-таки проблемы в отношениях, вы часто ругаетесь, повышаете интонации, вы должны всегда понимать, что, например, на кого, да, всем плохо, не только вам. Это, во-первых, этому человеку, которому вы ругаетесь, ему тоже плохо, или вашим детям. Второе, понять, что они не виноваты в том, что сейчас происходит, в том, что вы устали, или в том, что вы сидите все дома. Это не вина этих людей. Они такие же жертвы и заложники вот этой подводной лодки, с которой нельзя убежать. Они с вами на равных правах. И это не повод срываться на этих людей, особенно на детей. Вот это нужно контролировать. Потому что дети еще даже не, скажем так, не одухляют, они не понимают, что происходит, почему мы все сидим дома, какие-то бактерии, воздухи летают, вирусы, нам нельзя ходить на улицу. Но до конца же они этого всего, к сожалению, не понимают. Итак, если вы чувствуете, что у вас повышаются нотки, что вот-вот вы взорветесь, что человек, ваш оппонент, ну, будем говорить, муж, например, либо ваша жена, разгоняет ситуацию и хочет вылить какой-то конфликт, ему тоже нужно как-то скидывать стресс, скинуть стресс, мы это назовем, то в этот момент обрывайте фразу. Просто вам хочется миллион всего сказать, вы тоже хотите ответить, вступить в конфликт, но я вам советую замолчать. Встать и уйти из комнаты. Это говорит о том, что вы перестали с этим, там, типа, я с тобой не разговариваю, и больше потом с ним не… Потом отошли, когда полчаса, например, отдохнули, выпустили пар и продолжаете общаться, как будто ничего не было. Если вы оборвёте конфликт, не будете отвечать, переговариваться, оговариваться и всё прочее, задевать человека в ответ, просто будьте тем, кто будет оборвать. Когда вы не отвечаете, просто находясь в одной комнате, это трудно сделать. А если вы физически уйдёте из комнаты, удалитесь, человек, что, со стеной будет общаться? Нет. Если вы потом по прошествии, там, например, час прошёл два, и он начинает с вами общаться, опять начинает, это же конфликт, всё ему мало, вы опять продолжаете такое избегание производить. Вы уходите и всё. Или можете сказать, я не буду с тобой ругаться. Когда ты захочешь нормально, скажем так, общаться, конфликт этот, скажем так, не делать и, в принципе, короче говоря, нормально общаться, всё это забыть, тогда я обращаюсь, всё, вот так можете сказать, и уйти. Короче говоря, избегайте, потому что у вас вот эта вот зона закрытая, территорию не поубивать друг друга только таким избеганием. И так как второй человек, наверное, тоже хочет выкинуть на вас стресс свой, сорваться, чтобы выплеснуть негатив, вы должны быть умным человеком, который это сделает первым. И как минимум вам плюс это, потому что вы не будете сейчас брать, который человек хочет сбросить на вас негатив, уходя и прекращая диалог, вы этот негатив на себя не берёте, который на вас обрушится. Вы не вступаете в игру, всё. Это когда один человек, это монолог, а когда два, диалог. И у вас диалога нет, потому что вы ушли, вы сделали свой выбор. Пусть он в монологе со своим «я» остаётся и сам с собой ругается. И следующее, если у вас копится этот негатив, это физические, конечно, упражнения, сублимация. Кто-то начинает готовить. Вот вы уходите на кухню, готовите, например, неважно, что вы это кушаете, даже не будете, стряпаете вы, кашеварите, плов, суп или ещё что-то. Короче, такое долгое что-то готовите, не бутербродик за три минуты, я имею в виду. У вас получается отключиться, абстрагироваться в готовку. Готовьте, котлы ворочайте, все только будут рады, если вы от этого кайф получаете. Если у вас нет такой возможности, я вам советую таких два варианта. Первый – это взять, если у вас есть дети, это, конечно, восковые мелки. Если нет, то какие-то карандаши цветные, что-то, короче говоря. Можно одного цвета, но лучше цветной, если есть фломастеры, мелкие, карандаши, неважно. Но восковые мелки лучше всего. Они просто мягко идут по листу, они не скрипят, не раздражают лишний раз вашу психику. Кладёте лист, тоже садитесь в одиночестве или там уходите куда-то, неважно. Или затыкаете уши наушниками, слушаете любимую музыку, если уйти из комнаты, не можете с другими людьми. И сидите там, начинайте рисовать, хотите, чиркайте. В общем, негатив, агрессию, самое главное, борьба с агрессией, агрессию, которая у вас есть на этого человека, на всю ситуацию и всё прочее. Вы чиркаете, рисуете, хотите, хотите, чиркаете. В общем, карандашом, ручкой по бумаге вы даёте. Если у вас конфликт конкретно с человеком, вы используете вот это избегание, которое я раньше сказала, например, с вашим партнёром. Или с вашим родственником, с мамой, с бабушкой или ещё с кем-то. И избегая, вы не можете, скажем так, понимаете, что избегаете, конфликты заканчиваются, но внутри вас остаётся всё-таки агрессия, зло к этому человеку, которое не выплёскивается, а вы заложник этой ситуации. Берёте бумажку, ручку и пишите письмо этому человеку. Ты там, я на тебя обижен, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ты козёл такой-сякой. То есть используйте любые негативные, матерные слова, очищайте себя невербально на бумаге. Всё, что вы хотите сказать, но не можете этому человеку сказать, чтобы его не обидеть, не забидеть или ещё что-то, говорите это на бумаге. Потом бумажку можете смять, сжечь, как хотите, уничтожить, чтобы, главное, этот человек это не прочитал, и ваш конфликт не разошёлся ещё больше. Короче говоря, это действительно отпускает, когда вы на лист это всё выплёскиваете. И третье, это раскрашивать. Лучше брать яркие, цветные какие-то яркие, чтобы у них был насыщенный цвет карандаши. Знаете, есть такая раскраска мандала, мелкие огромные цветы, какие-то узоры. Сидеть, ковырять, вот это разрисовывать. Если вам нравится, ещё посоветую вот тоже это сублимировать на эту бумагу. Конфликт, негатив какой-то у вас. Не можете поменять ситуацию. Вы берёте чёрные, берёте тёмные цвета. Думайте о ситуации, которая произошла, и в этот момент раскрашивайте. Можете поставить внизу листочка дату, подписать какие-то важные слова того. В общем, когда, чтобы вспомнить, по какому поводу вы это раскрашивали, сидели. Не стесняйтесь брать тёмные оттенки. А вот через недельку, например, через несколько дней, когда ситуация уляжется, и вы вообще отойдёте от этого, вы посмотрите на этот лист и поанализируйте, какие оттенки вы использовали. Вообще увидите, боже, сколько злости и агрессии вам не было. Вы сможете проанализировать, посмотреть на себя и свои эмоции со стороны. Это очень хорошо помогает на будущее вам. Когда вы уже опять черпанёте этих эмоций, будете в конфликте, вспомните, каким-то стаимом что раскрашивали. И подумайте, блин, это всё во мне, это делаю я. Я не хочу, например, быть таким. И вы уже более мягко с человеком начинаете себя, короче говоря, начинаете после самоанализа себя контролировать. Я надеюсь, эти советы мои вам помогли. И я жду, чтобы вы в комментариях оставляли ваши советы на эту тему. Вообще расскажите, чем вы занимаетесь, как проходит ваш день, и как вообще ощущения внутри вот этого принятия ситуации у вас происходило. Мне, как психологу, будет очень интересно почитать о этих процессах. Спасибо за ваше внимание и ваши комментарии. Скоро увидимся. Всем пока.